О, если б вы только знали, как изощренно поднагнули Мадонну, Дэнни и Бьерн, когда она просто достала их, требуя разрешения на использование сэмпла из самой популярной песни квартета Абба «Гимми Гимми» для ее нашумевшего трека «Хангап». Впрочем, если досмотрите историю до конца, непременно будете знать. А поскольку история создания оригинала «Гимми Гимми» тоже вполне заслуживает вашего внимания, с нее и начну. Как это часто происходит у музыкантов, сей хит стал следствием целой череды случайностей, которые происходили у квартета Абба из-за не очень публичной особенности Бенни Андерсона и Бьерна Ульвеса. Дело в том, что кроме того, что они безумно талантливые музыканты, они еще довольно известные в узких кругах пошляки. Что, кстати, и послужило и причиной множества семейных скандалов, и причиной появления на свет многих песен квартета Абба. Ну, достаточно вспомнить хотя бы историю песни «Хаппи Нью-Йорк», которая изначально была шуточной песенкой, написанной от имени девочки, умолявшей папу не надраться на Рождество. Я рассказывал вам об этом неоднократно. Реально, зависая на троих на Барбадосе, Бенни, Бьерн и Джон набросали идею мюзикла, в котором по сюжету должна была прозвучать и рок-н-ролльная частушка с рабочим названием «Daddy, don't get drunk on Christmas Day», то есть «Папа, не напейся на Рождество». А прозвучать это должно было примерно так. Ну и так далее. Вот и в этот раз, когда летом 1979 года Абба полным составом собралась на студии для записи песни «Under My Son», которая в процессе записи превратилась в «Rubber Balm Man». Так вот, работа тогда не задалась. Но сил и времени было потрачено немало, что основательно разозлило Бьерна Ульвеса. И он как бы для разрядки взялся напевать свои любимые пошлые песенки, одна из которых «Been and Gone and Done It» в исходной версии звучала от имени женщины-любовник, который ее, ну скажем так, поматросил-поматросил и бросил, но все-таки крепко поматросил. Возмущенная Агнета, вместо того, чтобы привычно хлопнуть дверью, встала к микрофону со словами «Ты хочешь, чтобы я это спела?» и взялась напевать этот самый пошлый мотив. Но, как это опять же часто случалось у Аббы, эта пошлятина легла на вокал Агнеты. Бенни и Бьерн, переглянувшись, принялись редактировать текст и мелодию. Вот так, в августе 1979-го на свет и появился диско-супер-пупер-хит «Гимми Гимми», смысл которого даже после переработки не очень далеко ушел от своего прототипа. Ну а продолжение этой истории, как вы, возможно, помните, вспыхнуло уже в 2005-м, когда, отдыхая в своем английском поместье, Мадонна упала с лошади. Тогда, в гипсе, маясь от безделья с множеством переломов, певица решила попробовать себя в каком-нибудь новом жанре. Ну и заехавший в гости Люк Бессон надоумил страдающую певицу подумать над идеей их совместного мюзикла. Именно в поиске референсов для этого самого мюзикла, переслушивая поп-классику, Мадонна и наткнулась на тот самый пошленький шедевр Аббы. Идея песни Hang Up на базе сэмпла из аббовской гимми-гимми появилась практически одновременно с порывом помчаться на студию прямо в гипсе. Всего за несколько студийных смен. Вместе с композитором и продюсером Стюартом Прайсом Мадонна записала Hang Up. Но она не была бы Мадонной, если бы сразу решила броситься публиковать песню. Мадонна решила, что из этого должен получиться очень крутой танцевальный хит. Тогда вместе со Стюартом они свели отдельный вариант без вокала. И далее вот с этим еще никому неизвестным треком. Почти две недели Стюарт ездил по клубам и барам и просил дружественных диджеев, не раскрывая, что это за трек, подмешивать его на танцполе. Наблюдая за реакцией танцующих, в какие моменты людей начинало колбасить, и когда они теряли интерес, Стюарт возвращался на студию и редактировал готовый микс. Я считаю, что это было просто гениально. Коллеги-музыканты, непременно возьмите это на заметку. Кстати, похожим образом до ума свой самый популярный хит допиливали готик-металисты и хим. Но о них я как-нибудь расскажу вам в следующий раз. Однако, как вы понимаете, самым сложным оказался процесс получения разрешения Бенни Андерсона и Бьерна Ульвеса на использование сэмпла. Для справки, Абба почти никогда и никому не дает разрешения на использование сэмплов или самих произведений для изготовления каверов и ремиксов. Переговоры Мадонны с Андерсоном и Ульвесом велись почти полгода. А результат? Кроме неразглашаемой суммы гонорара, она действительно неизвестна, есть только сплетни и догадки. Мадонна в течение года на всех своих концертах, по идее, Бьерна и Бенни, распространяла сборник Абба Голд. Причем по условиям соглашения на первом концерте Тура на лотках не было даже ее собственного мерча и синглов. Только сборник квартета Абба. И чего только не сделаешь ради супер-хита в своей обойме. Свежие откуда ноты растут уже скоро здесь. Всегда ваш Николай Крупатин.